Снова в строю, плечом к плечу, в памяти детей и внуков и на главной улице города. Бессмертный полк этого года станет больше. На изготовление штендеров с портретами ветеранов уже подали заявки 85 благовещенцев. В прошлом году в это же время желающих поучаствовать было меньше, а в итоге только централизованно изготовили 1100 портретов. На шествия же пришли в три раза больше участников. Это нужно продолжать, потому что ветеранов и участников с каждым годом, с каждым днем становится все меньше и меньше. И кто, кроме нас, тех, кто еще помнит, кто помнит о Великой Отечественной, кто знает вообще, что это такое, через что все они прошли, за что жизни отдали, ну вообще, что сделали для нас, для нашей Родины, не знаю, для всех. И я считаю, что если и мы еще будем забывать, то наши дети вообще об этом не будут ни знать, ни помнить. Знать и помнить главная цель общественной акции, и организаторы надеются, что с каждым годом тех, кто с гордостью будет нести портрет своего солдата в День Победы, станет больше. И Томск это подтверждает. В городе, где зародилась эта акция, с каждым годом число участников растет. Заявки на изготовление штендера можно подать в пункты приема. Они работают в редакции телекомпании «Альфа-канал» на Шимановского, 27, и в офисе медиагруппы «Домрадио» на Островского, 65. Последним днем приема станет 30 апреля. После изготовить штендеры просто не успеют. Пока в среднем в день поступает по пять заявок. Многие признаются, решили принять участие в акции после того, как увидели шествие бессмертного полка в прошлом году. Очень приятно, что в этом году все-таки очень много молодых людей. Потому что в прошлом году однозначно больше было пожилых. Очень приятно, что люди начали писать истории, действительно личные воспоминания, а не просто архивные факты. Сейчас в день приходит примерно порядка пяти-шести заявок. Изготовить штендеры можно и самостоятельно. Нет никаких обязательных требований к дизайну или размеру портретов. Не нужно и записываться на участие в акции. Достаточно просто прийти с фотографией своего солдата 9 мая на улицу Ленина в район общественно-культурного центра. Там в 8.30 утра начнется формирование бессмертного полка. Нинок Ахриидзе, Александр Рассказов, Иван Черных, Альфа Новости.